В России по разным оценкам от 3,5 до 5 миллионов незарегистрированных гаражей, возведенных в основном еще в советское время. Благодаря амнистии владельцы получат шанс узаконить их в упрощенном порядке. Для этого бокс должен быть капитальным и построенным не позднее 2004 года. По аналогии сдачной амнистии, чтобы оформить право собственности на гараж, нужно предоставить любой документ, подтверждающий факт владения им. Это могут быть даже справки об уплате коммунальных услуг. Наш сегодняшний эксперт Екатерина Ивановна Ленская, заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области. Екатерина, добрый вечер. Добрый вечер. Сложная у вас должность? Очень сложная. И не самая простая тема сегодня. Вот вы сейчас видите двоих людей, у которых гаражей нет. И у родственников вроде тоже нет, насколько я понимаю. И нам не очень понятно, о чем идет речь. Что за гаражная амнистия? Гаражная амнистия это закон, который позволит зарегистрировать права на постройки, который гражданин владеет на законных основаниях, но не может их по каким-то причинам оформить. Подождите, противоречие сразу. Законные основания не может оформить? Да, не может оформить. Потому что в настоящее время для оформления прав на земельные участки у нас должен быть акт о предоставлении такого земельного участка, выданный администрацией или каким-то другим органам местного самоуправления. То есть недостаточно документов на гараж, нужно еще и землю под гаражом. И, конечно, земельный участок. На гараж это могут быть разрешительные документы, которые позволяли строить такие гаражи. До введения в действие градостроительного кодекса довольно было неурегулировано возведение гаражей, в том числе в гаражно-строительных кооперативах. Зачастую просто предоставлялась земельный участок под строительство соответствующей организации, в которой работали граждане фабриками, заводами. То есть конкретных документов, выданных администрациями, не было. Но при этом это законная постройка, их строили на основании документов о выделении и распределении. И что дает гаражная амнистия? Гаражная амнистия дает сейчас гражданину право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права и на земельный участок, и на гаражный бокс, который на нем расположен. И платить налоги? И платить налоги, конечно же. Но для гражданина польза в том, что он сможет это имущество передавать по наследству, отчуждать по иным сделкам. По купле-продаже и подарению. То есть это становится недвижимостью, да? Это становится недвижимостью, которой гражданин может распоряжаться. И на нее льготы будут распространяться, если это пенсионер. Например, если он оформит этот гараж, на него будут распространяться льготы, которые по налогам распространяются на один день. Кстати, об этом речи не идет. Тут, я думаю, больше уже налоговая инспекция может прокомментировать. Но что могу сказать, что оформление земельного участка будет бесплатное. То есть администрация бесплатно предоставляет гражданину земельный участок. А надолго ли? Потому что есть планы строительства. Вот часто же возникает конфликт между гаражами и планами строительства застройщика, администрации и прочее. Ну, вот гаражная амнистия, она дает такое послабление. То есть предусмотрено, что если территория, застроенная гаражами, на данный момент вообще не предусматривает строительство таких гаражей, потому что все-таки правила землепользования и застройки у нас утверждались уже после введения в действие градостроительного кодекса, то тут это не будет являться основанием для отказа в предоставлении земельного участка под гараж, который был возведен до введения в действие градостроительного кодекса. Потом выкупать будут, если что? Изначально, когда вам предоставляют земельный участок, администрация уже подает заявление в органы регистрации прав, автоматически регистрируется право. Выкупать ничего не нужно, бесплатно предоставление. Нет, потом, если кто-то пожелает застроить эту землю, то это уже будет... Конкретно земля под твоим гаражом? Да, под твоим гаражом. Ее никто не сможет застроить, потому что на ней стоит гараж, который возведен до 2004 года. Где и дома стоят? Ну ладно. Давайте разберемся с документами. Какие документы нужно собрать, куда их отнести, можно ли это сделать в электронном формате, например, сейчас? Какие документы? То есть это может быть любой документ, который подтверждает пользование таким участком. Это может быть решение общего собрания гаражного строительного кооператива о выделении конкретному гражданину конкретного бокса. Это может быть выписка из решения общего собрания. Это может быть справка о выплате пая, в том числе неполной, а частичной. Если таких документов нет, законопроектом предусмотрено также представление техпаспорта. Это то, что готовили организации техинвентаризации быты до 2013 года. Но там должно быть указание на год постройки до 2004 года и указание на то, что такой гражданин является правообладателем гаража или заказчиком таких технических работ. И документом может быть договор о присоединении гаража к инженерным сетям, договор о заключении коммунальных услуг, либо какая-то справка, которая подтверждает, что коммунальные услуги в такой период на самом деле гражданинам оплачивают. Здесь лампочка работы, выражаясь с 2004 года, и документы есть подбеждающие. Да, в том числе. И законопроектом предусмотрено, что на территории каждого субъекта Российской Федерации может быть установлен дополнительный перечень документов. Потому что у регионов практика была разная. То есть, возможно, какие-то иные документы могут это подтверждать. Но если заявитель представил все документы, которые предусмотрены законом, требования дополнительных документов, в том числе перечня в Свердловской области, не требуются. Я знаю некоторых владельцев гаражей, у которых двухэтажная конструкция. На первом этаже у него бокс мастерская, где он принимает клиентуру и чинит машины. На втором этаже у него диван, телевизор, кальяна. Ну что, по развлекательности клиента, когда он принимает. Да, вопрос вот какой. То есть, это полноценный бизнес у некоторых людей в гараже. Как-то им эта амнистия поможет свой бизнес перевести в легальную среду или наоборот? Скажу, амнистия не распространяется на гаражи для коммерческого использования, на гаражи, которые находятся в торговых офисных центрах, на гаражи под многоквартирными домами. А также, конечно, не распространяются на самовольно выстроенные гаражи. То есть, все железные конструкции, вот эти, они не подпадают. Сразу надо сказать, еще раз акцентировать внимание, что только капитальные гаражи попадают под гаражную армию. Ну, именно только под капитальным гаражом мы можем предоставить землю и оформить право. Потому что она не капитальная. Капитальный гараж означает, что вот этот вот гаражный именно комплекс. Капитальный гараж с землей. То есть, вы не можете этот гараж собрать и куда-то увезти. А когда могут отказать, вот если мы говорим не про коммерческое использование, а про частное использование гаража, когда могут отказать в гаражной амнистии? Ну, если человек не представит документы, которые, вот я выше перечислила, то есть, которые доказывают, что он на самом деле открыто владел и пользовался этим гаражом. Хорошо. Если человек все-таки согласен платить налоги за свой гараж, но не хочет участвовать в гаражной амнистии, неважно по каким причинам. Не хочет выходить из тени. Он может не выходить из тени, потому что у нас законом не предусмотрена обязанность граждан оформлять права на свои постройки, и за это не предусмотрена никакая административная ответственность. Но это же в интересах гражданина, что он может распоряжаться этим имуществом, оставить своих наследников с этим имуществом. Теоретически перестроить такой капитальный гараж во что-то, я уж не знаю, в жилье, в бизнес, да, теоретически это возможно? Я думаю, что нет. Но все равно это уже будет рассматривать орган, ответственный на выдачу разрешений на реконструкцию и строительство. То есть это уже совсем другая тема. Тут нам главное узаконить уже ранее существовавшие постройки. Сколько, по вашим расчетам, человек должен к вам прийти в этом году, чтобы совершить гаражную амнистию? Не могу предполагать, сколько человек, но хотела бы, чтобы граждане не затягивали. То есть у нас пока законопроект принят только в первом чтении, окончательное решение, скорее всего, примут весеннюю сессию в Госдуме. Но и до 1 января 26 года пока определен период. Но так как законы у нас имеют обычаи дополняться, усложняться, пока все-таки, если его примут в таком виде, я бы посоветовала гражданам не затягивать и те оформлять права. А у вас нет информации, сколько примерно у нас таких гаражей, которые могли бы попасть? Есть информация на территории всей Российской Федерации. Это порядка 3,5 миллионов. То есть это именно те объекты, которые есть в ЕГРН, но на которые не зарегистрированы права. А сколько их на самом деле, тут неизвестно. Может быть намного больше. Мы узнаем, да. В ходе гаражной амнистии. Итак, еще раз, давайте проговорим. 2004 год, отсекающий год, если ранее построен гараж, он не участвует в гаражной амнистии? Наоборот. Участвуют те, которые построены до 2004 года. Потому что после 2004 года в основном это уже были разрешения на строительство, городкодексом предусмотренные. Уже у нас действовал земельный кодекс, выдавались соответствующие документы. И мы все знаем, что все построено по закону. Там у нас все более-менее в порядке. Ну, более-менее, да. Проблем нет. Ладно, отсекающий год 2004. Дальше это капитальный гараж. Капитальный. Который построен на земле как дом, условно говоря. Ну, не как дом, а как строение. Как строение, да. То есть не самовольный, который гражданину либо был предоставлен напрямую администрации, либо через ГСК. А последовательно через кого? И документы должны быть на руках. И документы, да, которые хоть как-то подтверждают, что гражданин пользуется этим гаражом. Открыто. Идти-то куда? Идти в орган местного самоуправления. То есть тут взаимодействие гражданина именно с администрацией. Он представляет туда заявление, все документы. Орган уже принимает решение о предоставлении земельного участка. И уже напрямую взаимодействует с органом регистрации прав. Сама администрация в течение пяти рабочих дней направляет документы к нам. И мы уже осуществляем учет и земельного участка, и здание. Ну, администрация на территории Свердловской области у нас на территории Екатеринбурга. Это Могисо. А, Могисо. Могисо, да. Пользуйтесь гаражной амнистей.